Карта Солонежинского района это единственный у нас район в крае, который расположен в низкогорной, среднегорной полосе Алтайских гор. И высотные пределы у нас таковы, что когда вы спустились с Солонежской горы в район Лютаева, вы оказались на уровне 400 метров над уровнем моря. И если мы сейчас находимся в Сесилии Солонежное, это 610 высота над уровнем моря. В район Денисовой пещеры, где вы уже побывали, это будет 670 примерно. Вот так у нас расположен район. Соседние районы у нас, вы знаете, теперь уже проехали. Смоленский район, справа вот был, да, чуть правее будет Алтайский район. Вот эта граница, это уже республика Алтай, где граница с Денисовой пещерой, это уже выхода трассы, я смеюсь всегда так, федерального значения, потому что это выход у нас в республику Алтай. И дальше, не заезжая в Ость-Кан направо, и Баганский перевал, и Луо, и там еще ряд сел, и будете на Чуйском тракте. Дальше у нас Калманский район и Чирыжский район, значительная граница, тоже по горам проходит. И административный центр, вы сейчас в нем находитесь, Солонешное. У нас до недавнего времени было 32 населенных пункта, сегодня 28 населенных пунктов. В основном это деревни, заселившиеся, как нам вроде бы хочется знать, 1700-е годы, но сеть маленьких деревенек, это период советской власти, расцвета советской власти, 1920-е годы, когда маленькие хутора, маленькие заимки и пасеки превратились в деревни, и вот они сегодня еще пытаются каким-то образом выжить, выжить за счет своего хозяйства. Но до недавнего времени у нас здесь очень много было сельскохозяйственных предприятий. В каждом крупном населенном пункте, а их 9, у нас были совхозы, и, конечно, в основном это у нас молочное животноводство, отгонное пастбищное животноводство, и разводили также моралов, испокон веков, оказывается. Здесь у нас были дикие моралы, а затем люди их приручили. Богатые разнотравьи, потому что 945 видов только растений здесь произрастает. Многие у нас занесены в красную книгу, нашу алтайскую красную книгу, но и есть даже красная книга Саванешинского района. И 300 видов птиц, многие являются тоже редкими, занесены в красную книгу. Ну и вы, конечно, смотрите на то, что картиночки, и я обращаю ваше внимание на наши достопримечательности. Основная артерия – это река Ануй. Она берет начало, в источниках средств информации пишут, что где-то там на Семенском перевале, ну не совсем на Семенском перевале берет начало, это река Ануй. У нас в республике Алтай есть белая Ануй, потом еще вверх Ануй. И вот там, да, в таежной горной растительности начинается маленький ручеечек, протекает он по Ануй и втекает где-то 360 километров и впадает. На нем расположена вот как раз Денисова пещера, село Топольное, Солонежное, ну и Сибиричиха, даже Березовка. И когда-то эта река была полноводная, я немножечко о ней потом попозже чуть-чуть расскажу. А то, что самая высокая гора, которую вы наблюдали уже, коли путешествовали по нашему району, это гора Будачиха. Если на карте она 1949, то вот на летных картах 2200. Здесь прилегает маршрут в Чинай. В нашем музее, стенных музеев мы не называем Китай, Китай мы называем Чинайцей и Чинайцей. Такое государство было, как всегда говорили наши дедушки и бабушки. Вот, ну а есть у нас самая высокая точечка, в которой мы любим ходить, еще пока с рюкзаками ходим. Это идти надо по куромникам, то есть покрытые лишайником. Вот такие вот камни. Потом подниматься на Альпийские луга и к снегам, которые никогда не тают. На Бощелакском хребте, это граница с республикой и с Чижирским районом, расположена гора Загриха 2423. И вот если туда забраться, то оттуда истекают из ледников такие горы. Вот сюда, значит, из Загриха, из горы река Загриха попадает в Чирыж. Река Белая. О ней тоже интересно бы вообще разузнать, почему она белая. А здесь вот из озера Бощелак вытекает река Бощелак. Вот в эту сторону тоже так же течет, в противоположную от белой Бощелакой Загрихи, течет уже Талица. Здесь ряд Талицких озер, но Талица тоже впадает в Чирыж. В районе Владимировки там у нас еще Усть-Кумир и Каргон, села. Это уже Чирыжское лесничество, но села относятся к Усть-Каннскому району. И там еще... На Кумире-то были Валевы уже, нет? Еще? Ой, надо там побывать обязательно. Очень красиво. Ну и не доезжая до Денисовой пещеры, у нас есть поворот. Кстати, дорожные знаки установлены совершенно неверно. Ермалык называется ручеечек. На самом деле это никакой не Ермалык, называется он Сарафанкин. И вот от Сарафанкина подъем в горы на Шинок. Но можно и по ущелью, в которое течет Шиночек наш, да, и впадает в Вану. Можно по тропе прийти, можно немножечко подъехать через перевалы. Дороги там нет. Нанять либо ГАЗ-66, это поле чудес, вот здесь же недалеко от Ермалык, Сарафанкина, Неопан-Литур. Либо подвозят у нас еще и из Солонешного, и из Топольного за определенную плату. Можно, значит, если пешком идти, то увидеть 9 водопадов. Если пробираться, вот здесь уже тропа заросла. Все говорят, никто раньше не ходил. Вот как раз раньше-то мы и ходили, мы там и выросли. Эти тропы-то мы там и натоптали. Там была и тропа даже, и еще. Вот все говорят, посетители сразу, ой, Шинок, это таверня. С Прибалтики приезжают, ой, это у нас таверня. Где закусочная какая-то могут перевезти. Украина, тоже говорят, перекусить, где перекусить, это есть Шинок. Была деревня и старообрядческая, думаю, да что-то не то происходит. И все-таки вот у нас здесь есть лице, дети из лицея, учились из республики Алтай. И мальчик из одного рода, по-моему, что-то связанное ближе к монголам, он сказал, что все-таки Шин, но он мне точно не мог сказать С-Ы или С-И, для них это сложно. Шин, это волк. Вот это я тогда согласна, что все-таки. Есть такие там схроны, маленькие пещерки какие-то. Вот там животные, в том числе и волки, могут укрываться. Но я сразу говорю, что мелкими группами сюда ходить не надо. Миши здесь у нас живут дикие. И они приходят купаться, но любят они купаться не у второго водопада. Вот это второй водопад рассыпной. Вы там можете встретить другие названия в интернете. А купаются он перед скатами. Ну, медвежонок, мама и как бы прошлогодний медвежонок, да, почему-то. Вот у мамы всегда два медвежонка маленьких, а прошлогодний один. На следующий год это все повторяется. Куда отбивается второй, ну, не знаем. Ну, вот так вот интересно здесь живет природа и мы тоже. И это 25 метров высота вот этого водопада. А есть у нас и 72. Ну, вот такой 72. И никакой это не жираф, это седая борода. А вот до меня, когда ходили еще наши из Тумановской школы учащиеся, они здесь встретили беглых зэков. И они им провели экскурсию. Рассказали, что это седой. Они с любовью с такой о нем рассказывали. И показали те самые тропы, которые приведут и к Бащилаку, и здесь у нас еще есть Карако, республика Алтай с Потайным озером. И есть, значит, тропа как раз на Белую. Ну, просто-напросто это надо знать, пройти раз. Ну, здесь что происходит? Вот этот камень, он запечатлен на фотографии 20-х годов. Какая-то экспедиция. До сегодняшнего дня я не могу рассказать, что это за экспедиция. И когда только в 2014 году были съемки вот именно с хорошего фотоаппарата, я сравнила, зрительно вспомнила, что у нас есть этот же камень, и увидела вот этот камень не воочию, а на фотографии, я узнала это место. Я даже не догадывалась, что это Шинок. И 20-е годы. Вот так вот интересно происходит. Съемки происходили с американского автопарата, поэтому было снято так, как в каньонах снималось. Видите как? Но там так и есть. Я, когда показываю эту фотографию, я могу себе позволить сказать следующее. 300 миллионов лет назад, может быть, даже чуть больше, Алтайские горы образовались. Потом они разрушились. Но то, что мы наблюдаем сегодня, это 2 миллиона лет назад создалось. Представляете? И поэтому вот здесь вот, вот эти вот такие полосочки горных пород, это говорит о том, что постепенно все менялось. Очень-очень все менялось, так же, как в истории. Идти вот в 2014 году было очень трудно, потому что природа тоже не пускает людей. Видите, у нас наводнение было, потом никто этот лес не убирал. Ну, вот сюда, именно когда, если пойдете, не были же еще? Не были еще. Нет, смотрите, вот пойдете, он будет у вас справа водопад, слева вы забираетесь вот сюда. Здесь очень осторожно, потому что на самом деле после наводнения вот эта земляная ниша нависает над скалами. И если, ну, можно лечь, да, посмотреть, но на край вставать нельзя, можно с деревом так и упасть. И вам идти, помнили, вот забрались и направо, потому что есть тропа налево-налево, это в каракол голтается, вы уйдете, в моральник там попадете. Ну, это вот видение тоже водицы, такое вот, кто фантазирует, кто чего здесь только в этой воде не видит. Ну, купается народ, купается. И, конечно же, ну, она такая вот вода добрая. Почему? Потому что она только-только родилась, вот там совсем она немножко протекла, где-то километра два, наверное, рождается она под кедрами, под соснами и под разнотравьем. Там даже альпийские лугажи и эдельвейсы растут. И такая вроде бы вода болотистая есть, вот знаете, как у вас здесь тихие вот это вот тина, а есть прямо раззаводь такая спокойная, и река спокойно-спокойно течет, потом маленькое ущелье начинается, вот у нас не спадает этот самый такой большой первый водопад, а там, ну, есть самый маленький такой метровый еще, и все, больше ничего там нет. И вот такой разнотравьи. То есть стоит туда, конечно, сходить. Вот такой вот он. Гора Орешная. И водиться-то я к чему говорю, что она добрая? Вот сколько детей туда не водила, ни один не заболел, не промок, хотя даже я им не позволяла брать с собой вторую овь. Никогда, потому что, вот понимаете, вода, она еще и мата человеческого не слышала, там только птички да звери, с ней еще никто по-плохому-то не разговаривал. Плохого слова она не слышала, поэтому доброту и несет. Ну вот такие вот кадры у нас есть. Так что, ваше путешествие в дальнейшем. Спасибо большое. Вот. Здесь вот у нас еще закрыто спряталась такая вот плешивая. Плешивая, вы о ней, может быть, маленькую информацию слышали, что где-то там в тайге вырос мальчик Маугли Алтайский. Было такое? Так вот. Папа этого мальчика в 90-е годы, когда заговорили о конце света, жил здесь на Плешивой. Он художник, он создал здесь шалаш, его на коре, на Перисте изрисовал весь этот шалаш. Потом отсюда он уходит на Белуху. Здесь можно связать его пребывание с такими работами, как с энергетикой, как Аллагия. Вот, прозвучало, вы потом в интернете посмотрите. То есть это Изоторика уже. Но я вас спущу немножечко пониже от Изоторики, потому что вот здесь была усадьба Кучковского. Усадьба Кучковского с этой стороны, а с той стороны в Таураке на территории Алтайского района усадьба Михеева Купца. Усадьба Купца Михеева сегодня это школа девятилетка в Таураке. Вот сама конструкция, как бы строительство вот этого дома стоит посмотреть, если вам это интересно. мне очень понравилось. Усадьба Кучковского не сохранилась, но хочу сказать, что Кучковский помогал красным, если это сегодня вопрос так стоит, спустя сто лет. А я вам могу рассказать, почему это было? Они же старобрятся, да? Вот насчет этого не знаю, но сын его Борис был даже застрелен, он не был в отряде, он просто, значит, ну, помощь оказывал какую-то, да? У него в усадьбе Кучковского будут белые. Я понял. Они будут. Один маленький вопросик по ходу. Вот эти места, они старобрядцами населялись, они поповцы или беспоповцы? Беспоповцы. Беспоповцы. как раз поддерживали красных в основном. И вот Кучковский здесь, я потом, если что-то смотрите, где-то фотографии должна вам найти интересные. И вот Кучковский здесь собирал по осени очень много телег с людьми, но на этих телегах стояли бочки. И все это нагромождение вот по дорогам, такой поток шел и шел сюда. Представили, да? У него была маленькая там часовинка, кстати, тоже там. Потом это разнеслось, как будто это была церковь, на самом деле нет. Это вот для заезжих потом белых офицеров было пристанищем. Дело в том, что по осени все сюда везли в этих бочках кислицу, красную смородину. У него стоял огромный такой вал чугунный с бочкой. Эта кислица вся туда спускалась, это все выдавливалось. И это было вино, которое ласбийский винодельный завод. Был? Был. Он и в Алтайском был. А так, что наши христиане получали копеечку благодаря Кучковскому. И у нас вот Черков был купец Мокин у Демина. Да и вот сейчас я перезваниваюсь с бабушкой Эршадриной, у которой дедушка был тоже купец третьей гильдии. Он потом уехал в Куичу, там они в районе Горно-Атайском, а ему там жили они. Никто никого не убил, никто никого не сдал. Это будет чуть позже, это будет потом. Ну, а здесь пока еще я не обращаю вроде бы внимания, но там у нас повторяются фотографии на другой карте. Это вот еще один объект, который зазвучит в школе. Это природно-исторический памятник федерального значения Дениса Пещера на следующий год соберет сиест археологов всего мира. В каком месяце? В октябре будет. То когда-нибудь еще и вот эта карамаза звучит очень громко, почему? Потому что вопрос, когда же появился человек на Алтае, это спорный вопрос. Сюда он мог зайти после того, как вот эта река не стала подниматься на высоту 28 метров, не стала затекать. Это значит примерно 300 тысяч лет назад. Но выше, вот здесь не доезжая до Тага Алтая, вот такой поворотик делает язычок наша дорога. про раскопки? Мы там были. Вы нам подсказали, мы их тут же нашли. Замечательно. 800 тысяч назад. и что интересно, еще что напротив эти два брата скалы находятся и там есть пещера сквозная. Пока я сама там еще бывает. там пещера напротив. Она интересная вообще? Она сквозная. То туда через речку перейти в нее забраться? Она забраться круто, очень круто. но еще что интересное смысл есть? Смысл есть еще знаете вот чуть-чуть потом не знаю как с кем поговорить но был из Новороссийска у меня человек который интересовался скифами и он сказал что у вас что это на противоположной стороне вот такие вот камни да площадки каменные вроде бы как и видно что дальше ровное место над этим камнем это же скиф останавливались и жили здесь семьями у кого не спрашиваю никто не знает об этом скифоведов надо каких-то вот это интересно так что целая наука пока здесь все так